Всем привет, меня зовут Сабина, это обещанное видео про моё отчисление с третьего курса универа. Окей, скажу сразу, честно говоря, я не совсем вычислилась, я ушла в Академию в отпуск, но давайте так, я буду всё равно это называть отчислением, потому что у меня в голове это именно так. Я ушла в Академию чисто для спокойствия родителей, чтобы я смогла вернуться через год, если захочу. Но на самом деле, думаю, что, скорее всего, возвращаться я не буду. Итак, для чего я вообще снимаю это видео? Во-первых, вероятно, что из этого решения отчислится, а потом последует череда событий, которые, как бы, я хотела тоже документировать, и это видео, это будет, как бы, такая отправная точка, и вы будете понимать, что к чему. Достаточно загадочно, я сказала. Во-вторых, меня об этом спрашивают, этот интерес понятен, люди, которые следят за мной, которые просто нашли меня в интернете, и которым интересно, что у меня в жизни происходит, либо моим знакомым там, им, я думаю, любопытно, почему я решила отчислиться. И третья причина, это я сама такой человек, что когда меня волнует какая-то тема, я очень люблю искать на просторах Ютуба единомышленников, или людей, которые там прошли через что-то, что мне предстоит приходить, да. Короче, всё в этом духе, я очень люблю слушать истории других людей. И, собственно, когда у меня засела плотно в голове мысль об отчислении, я начала искать кучу видео на Ютубе про отчисления, истории людей, почему они отчислялись, как они к этому пришли. Я искала в этих видео, как бы, такую поддержку, может быть, для себя, не знаю, подпитку, вот этого чувства, что я хочу отчислиться. Поэтому я сейчас снимаю такое же видео. Возможно, кому-то это также поможет. Начнём с того, что это не спонтанное решение, я достаточно долго шла к тому, чтобы вообще позволить себе всерьёз об этом задуматься. Эта мысль очень долго сидела где-то у меня на подкорке, и меня это мучило, блин. Потому что я долго не представляла реальность осуществления этой затеи. У меня не было абсолютно никакого плана, что я собираюсь делать вместо учёбы в этом университете. И не было представления о том, как мои родители должны это принять. И если у вас сейчас тоже такое подвешенное состояние, когда вы не понимаете, чего вы точно хотите, но понимаете, что там, где вы сейчас, вам плохо, то я вам советую просто взять листок бумаги и начать писать. Достаньте из недр своего подсознания просто всё, чего вы хотите на самом деле. Пусть даже это будет казаться вам поначалу чем-то неосуществимым, невыполнимым, нереальным. Но вы просто пишите, пусть это будет поток мыслей. Что бы вы сделали, если бы вам ничего не мешало это сделать? В дальнейшем этот план может быть всё более чётким и более приработанным. В конце концов, вы, скорее всего, увидите, так как это было у меня, то, что этот план очень даже реальный и очень даже осуществим. Если вы в такой ситуации, что ваши родители супер против того, чтобы вы бросали универ, и у вас даже речи об этом не заходило в семье вообще, то, конечно, если они вас обеспечивают на данном этапе жизни, вам, конечно же, лучше их убедить. Убедить. Чтобы убедить родителей, что вам реально нужно сейчас отчислиться, что вы не можете доучиться в этом универе, что для вас будет лучше так или а не иначе, то у вас этот план, он должен быть супер проработанный, супер продуманный, супер чёткий и подробный. Должен быть не только план, а как это было у меня. Я взяла и расписала на кучу листков А4 аргументы, почему мне стоит отчислиться. Нужно постараться заранее предугадать все родительские аргументы против, все их возражения, и продумать, что вы будете на это отвечать. Так сделала я, и мне повезло. Мои родители поверили в мой план. Я поговорила с своим дедушкой, с папой, с мамой. Кстати, я тогда снимала кусочки видео, как после разговора с дедушкой, и во время, и после разговора с мамой, поэтому я сейчас, возможно, это вставлю. Я позвонил дедушке, мы сейчас очень долго разговаривали, больше часа. И я сделала это, мне было так сложно на это решиться. Я сказала им о своём желании отчислиться, но я понимала, что это будет очень сложный разговор для меня, потому что мне нужно будет донести ценность этой идеи, донести её здравость и донести серьёзность своих мыслей, намерений. И у меня это получилось. У меня сейчас улыбка с лица не сходит. Это первый человек, с кем я поделилась этими мыслями. Я так счастлива, что он меня поддержал просто не писать словами. Осталось только донести это до мамы. Она недоступна. Она недоступна. Соберу волосы, чтобы волосы мне не мешали. Думайте. Господи, как страшно. Как страшно. Я реально себя сейчас чувствую, как перед важным экзаменом. У меня столько листочков со шпаргалками разложено. Номер недоступен. Почему ты недоступна в такой важный момент? Ты же сказала, что... Алёна, у меня серьёзный разговор. Блин, короче. Я хочу отчислить это не верно. Но не просто так. У меня есть безумный план, но это настолько мой план, что я в него верю всей душой. Это было в натуре сложнее, чем с дедушкой, но я смогла. Я сдала этот экзамен под названием «Убедить маму, что мне нужно отчислиться». Охренеть! Я только где-то неделю назад подумать не могла, что это всё возможно. Я была супер при счастье. Я была в шоке от того, что, боже мой, я убедила родителей, что... На самом деле было очень много звоночков, то, что мне пора оттуда валить, что просто мне там не место. У меня было чувство, что этот универ просто всячески меня выплёвывает из себя. Как будто он меня отторгал, как какое-то инородное тело. И дело не в том, что универ какой-то плохой, там, или люди плохие меня окружали. Просто это не моё место и не мои люди. Скажу ещё вот, что... Очень многие отчисляются, потому что они ошиблись со специальностью и осознают то, что им это вообще не нравится. Это не мой случай. Я поступила на специальность, которая мне интересна. Я об этом ни разу не пожалела. Именно о выбранной специальности рекламы и связи с общественностью. Но то, как преподают эту специальность в моём вузе, ну, мне лично не зашло. То, если просто, типа, вы хотите отучиться, получить корочку, и вам не важно, да, в принципе, как вас там учат, то идите, конечно же, туда. Вам, может быть, там очень даже и понравится. Я не агитирую против поступления в этот университет, на эту специальность. Просто я в какой-то момент осознала, что я просто трачу время, трачу годы своей жизни сейчас в пустую. Что я получу диплом, выпустившись из этого универа, и я буду никем. Не звать меня никак. В общем, короче, я просто осознала, что нет, 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 это не моё. Мне нужно что-то с этим делать. Нужно придумывать какой-то альтернативный план. И, собственно, я так и сделала. Могу, кстати, поделиться парочкой таких звоночков, которые меня заставляли задуматься о том, что, кажется, я не на своём пути. В январе или феврале этого года я ездила в Финляндию к своей подруге. Она учится в финском вузе, и она нам провела такую экскурсию по своему университету. Я ходила, смотрела на это всё, и просто мысль, которая не покидала мою голову, я просто ходила на всё, смотрела вот так вот, и думала, вот так оно и должно быть. Ну, то есть, я вспомнила свой универ, смотрела на финский этот вуз, и такая, думаю, что-то куда-то я свернула не туда, кажется, в какой-то момент своей жизни. Потом в феврале я поехала в Таллинн. Это была такая спонтальная, суперспонтальная поездка. У меня есть, кстати, об этом видео на канале. Я поехала туда одна. Я впервые была за границей одна. И в хостеле мне там встретился один эстонец, мы с ним болтали только в один вечер, и он мне тогда толкал какие-то супер мотивирующие речи, то, что нужно жить так, как ты хочешь жить, типа, жизнь одна, и нужно там следовать своему сердцу, там, не предавать себя, заниматься тем, чем тебе хочется заниматься, и всё такое. Короче, это был достаточно долгий разговор, и, как бы, вроде бы банальные вещи, которые мы сто раз слышали в своей жизни, но на тот момент это прям прошибло меня, я не знаю. Я тогда сидела, просто смотрела в какую-то точку, в одну, и осознавала, как-то реально пропускала ещё из себя все эти слова, и думала, блин, да, да, ну, типа, у меня прям было чёткое тогда ощущение, что мне нужно бросать универ и что-то делать со своей жизнью, но, конечно, такие решения не принимаются быстро, и даже несмотря на то, что звоночков таких было много, и таких вот ощущений, что я не на своём месте было много, мне потребовалось много времени, чтобы я это как-то переварила, осознала, и, в принципе, пришла к тому, чтобы подумать об этом серьёзно, и просто вот тот момент, когда я осознала, что я, как бы, воплощаю свою мысль, которая очень долго сидела у меня на подкорке и не давала мне покоя, я была в таком шоке, о боже мой, так можно было? Я не знаю, как вам это передать, наверное, это не каждый поймёт. Кстати, я, возможно, ставлю сюда аудиосообщение, которое записывала, как бы, самой себе, когда приехала из Сталина, меня тогда всё ещё до конца не покинуло вот это чувство, и я тогда очень боялась его, как бы, отпустить, я боялась, что сейчас я вернусь в свою обычную жизнь, привычную, и снова перестану верить в то, что я могу творить в своей жизни всё, что захочу. Так странно оказаться снова в своём районе, в Питере. Я только сегодня гуляла по этим мультяшным улочкам в Таллине, и вот я снова здесь, в суровой реальности, где завтра ждёт меня универ, нелюбимая группа, нелюбимое всё. Постараюсь не упускать все эти слова, которые мне втирал этот чувак эстонец. Я, блин, я не знаю, что я сейчас могу сделать, как это, блин, сказать легко, конечно, но я же не могу это взять, реально, брошить в универ. Мне кажется, если я сейчас скажу, что, мама, я хочу отчислиться из универа, это будет, что она сначала примет это абсолютно, типа ты что долбанулась. Блин, это слишком радикальная мысль. Что этот эстонец меня внушил, господи боже. В общем, в таком подвешенном состоянии я училась весь второй курс точно. Мне было вообще не в радость, я прям через не хочу уходила в универ. Мне было плохо там, реально, я просто считала минуты до момента, когда я смогла освободиться. Я начала очень много прогуливать. В третьем, кажется, семестре у меня в первой сессии была такая лютая апатия из-за этого. То есть, понимаете, идет сессия. Я встаю утром, просыпаюсь по будильнику, встаю с кровати. Я абсолютно осознаю то, что у меня сегодня экзамен или зачет. Но я просто не могу. И я просто не могла себя заставить поехать в универ, потому что я не видела смысла. У меня какой-то небольшой внутренний диалог с собой, типа, Сабин, в чем смысл? Зачем тебе это нужно? Ты хочешь этого? Нет, я не хочу этого. Я не понимаю даже ради чего это. Я не понимаю зачем, мне не нравится это. Я не хочу. Я не понимаю, для чего это, к чему это приведет. То есть, я просто не видела смысла в этом, и я ложилась, наверное, спать. Я понимала, что из-за этого будут какие-то последствия, Но я не знаю, как это объяснить, короче, просто я тогда не прошла практически. Ну, короче, на большую часть экзаменов и зачетов я просто не приезжала. Тогда я вообще не понимала, почему так. Сейчас я понимаю, что тоже был знак судьбы, и просто мое подсознание кричало мне Хватит, тебе не нужно это, уходи оттуда. Тебе не нужно найти экзамены, потому что тебе не нужно в этот универ. Блин, мне кажется, это видео превратилось в какое-то пособие по тому, как убедить родителей, что тебе нужно отчислиться. На самом деле, я хотела донести, что нужно слушать себя, не предавать себя, следовать своим путем. Просто, блин, осознайте, что жизнь одна. Как бы это банально не звучало, но это так. Попробуйте это просто пропустить через себя, эту фразу. Понять, проникнуться. И неужели вы хотите эту единственную вашу жизнь тратить на то, чтобы жить ее не так, как вы бы хотели реально ее жить. Насчет того, что я планирую делать теперь, когда я отчислилась, ушла в академию. Скажу так, жизнь очень непредсказуемая. И мне бы не хотелось как бы трепаться о своих планах прям суперподробно, потому что сейчас я вижу развитие событий так. Через какое-то время, через даже несколько месяцев, я не знаю, все может очень сильно измениться. И я не хочу, чтобы на просторах YouTube был тогда, в таком случае, мой нынешний план. Я думаю, что я буду показывать, в принципе, все равно, что происходит у меня в жизни, и что я делаю, чем я занимаюсь. Но полную картину, наверное, показывать пока не буду. Но оставайтесь со мной, я думаю, что в будущем я точно все расскажу и покажу. Ну, а пока что спасибо за просмотр, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok